Рассказал, выдающимся достижениям. Финальный залыв на дистанции 50 метров, вольность мужчины. Рекорд Кубка Салькова 20.52. Ну а теперь дистанция 50 метров, все тем же вольный стиль, только теперь и мужчины у нас будут соревноваться. Дистанция спринтерская, прямо скажем. Два бассейна всего нужно приолеть. Ребята, сейчас, и давайте смотрим, кто у нас примет участие в этом заплыве. Евгений Ситулов из Санкт-Петербурга, по первой дорожке он поплывет. Алексей Моссов, дорожка номер два. Евгений Лагунов, дорожка номер три. Мы сегодня его уже видели в одном из заплывов. Лавин Морозов по четвертой дорожке. Владимир Морозов, представляющий Волгоградскую область. Он также сегодня у нас уже принимал участие в заплыве. Рядом с ним по пятой дорожке. Олег Тихобаев, Александр Андреев, дорожка номер шесть. Дмитрий Оськов, дорожка номер семь. И Артем Ачекин из сборной команды Белоруссии по восьмой дорожке. Но здесь, конечно, очень представитель состав у сборной команды России. И что самое интересное, если брать предварительные заплывы, 21.16. Это было время Владимира Морозова. По четвертой дорожке он плывет. И 21.16 у Олега Тихобаева. Очень плотные результаты, если брать утреннюю сегодняшнюю программу. Ну и посмотрим, что сейчас ребята смогут показать о вольный стиле. Это кроль, естественно, и 50 метров очень короткая дистанция. Здесь нужно грамотно себя, прежде всего, тактически расположить. Кто-то предпочитает очень мощно начинать. Кто-то, наоборот, прибавляет на следующих 25 метрах. Мы посмотрим, что будет сейчас. Морозов, Хабаев, Флакунов, Андреев. Наверное, пожалуй, вот эти лидеры сейчас данного заплыва. Пока четвертая дорожка очень мощно начинает Владимир Морозов. Сейчас здорово плывет Морозов. И рядом с Тихобаев. Морозов пока чуть спидит все-таки. И, видимо, Владимир выигрывает. Да, так оно есть. 20.85. Быстрее, чем на предварительных стадиях. 20.85. Владимир Морозов становится победителем Кубка Владимира Сальникова. На дистанции 50 метров вольным стиле. Кубка Сальникова взорвал Владимир Морозов. Олег Тихобаев на второй позиции. Да, многовато он, конечно, играл. Владимир Смехов ускорится на второй части дистанции. Евгений Лугунов третий. Дебил Лугунов третий. И это тоже неплохой результат для него. Хотя Лугунов, наверное, вот так и спрятил его выступление здесь, а в Санкт-Петербурге в центре плана. Но он, я думаю, и на самые высшие награды мог не давать. Но все-таки Морозов оказался чуть быстрее, где-то проворнее. Так что вот Владимир Морозов еще раз его давайте поздравим. Очень уверенно у него здесь была плана, очень хорошая техника. И Морозов по праву заслужил эту победу. После вчерашнего дня Владимир Морозов был лидером в борьбе, в погоне за главный приз гран-при турнира, который будет вручаться лучший спортсмен. Ну а сейчас вновь давайте интервью посмотрим. Этот результат оценивается по специальным таблицам Международной Федерации Плавания. Вова, поздравляем тебя с твоей третью бедительной победой на этом турнире. Знаем, что ты умеешь плавать всеми видами плавания. Скажи, какой твой любимый? Какая дистанция? Скорее всего 50 кролей, потому что она самая быстрая. Скорее пожелания зрителям на новый план. Здоровья родным и близким. Счастья успел. Спасибо большое. Взаимно. Спасибо. ...определены наши лучшие спортсмены, спортсменка года, лучшие фенеры, организаторы и... Ну что ж, а теперь вновь на дорожке ходят девушки. Дистанция 200 метров брасом. Это тоже финальный заплыв. Пока не самая... На втором месте Елена Соколова, Россия. Итак, мы возвращаемся в Санкт-Петербургский центр плавания. Их очередная церемония награждения. Награждают девушек, которые соревновались на дистанции 400 метров. Возьмем стилем. Здесь третье место у Анастасии Иваненко из Республики Коми. Второе место у Елены Соколовой. В этом году очень интересная битва на дистанции. Ну и Эсмефер Мюллен из сборной команды Нидерландов выиграла этот заплыв. Ну и стала победительницей УК Владимира Салькова. Сейчас свою золотую награду голландская спортсменка получит. И мы в очередной раз отмечаем, что сборная команда Нидерландов здесь, в Санкт-Петербурге, еще не здорово смывается. И вчера были хорошие результаты, да и сегодня тоже много уже достаточно побед. И много раз голландские спортсмены и спортсменки поднимали на высшую ступень и дистанция. Эсмефер Мюллен, Елена Соколова и Анастасия Иваненко. Голландская спортсменка и две россияны на дистанции. На данной дистанции. В первом стиле среди мужчин. Третье место занял Евгений Логанов. Россия, Санкт-Петербург. Теперь на рождение у мужчин, которые соревновались на дистанции 50 метров вольным стилем. Здесь Евгений Логанов был третьим представителем Санкт-Петербурга и Архангельской области. 21.46 очень приличные были здесь секунды. Но вот с этим следом Владимиром Морозом потягаться не смог. Ну а гораздо более серьезную конкуренцию Владимиру Морозову здесь оказал Олег Тиховаев. Также спортсмен, представляющий Санкт-Петербург, нашу северную столицу, Санкт-Петербургскую школу плавания. 21 на 227 было время Олега Тиховаева. Ну а Владимир Морозов единственный, кто вообще выплыл из-за 21 секунды в этом финале. И правым стал в очередной раз победителем кубка Владимира Санкова в очередной раз, потому что он и вчера побеждал. Вот сегодня уж награды берет, причем самые лучшие пробы. Владимир Морозов, Олег Тихобаев и Евгений Логанов на дистанции 50 метров вольным стилем у мужчин. Владимир Морозов, Олег Тихобаев и Евгений Логанов на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин. Вера Калашникова стала третьей представителем со сборной команды России. Дерушка из Москвы. Очень хороший у нее был здесь заплыв. Но вот для нее, думаю, что это уже успех, потому что здесь соперницы были очень-очень серьезные. И Дарья Ильевна, и Софья Андреева, и Алена Рыбакова из Латвии, которая одно время даже заплывили, лидировала Антезеркаль. А второе место – сборная команда Украины. Ну а чемпионкой в данном виде программы, в данном виде вечерней программы, Слава Мария Насашкина, представительница Пензенской области. Это сборная команда России. Плотная была дыба в том запуле. Ну а Антезеркаль сегодня уже не первая старшина дорожка уходила. Ну и есть у нее на этом кубке Владимира Санникова. Сразу несколько миналей, а здесь, не ошибаюсь, уже три. Награды. 200 метров Брасан и Асташкина, Антезеркаль и Вера Калашникова. Брасан и Асташкина, Антезеркаль и Вера Калашникова. Брасан и Асташкина, Антезеркаль и Вера Калашникова. Это будет в базах медали Антезеркаль, которая то, что буквально совсем недавно была на Пьедестале. Сейчас будет стартовать по первой дорожке представительница сборной команды Украины. Минута 1,0296 секунды. Это ее время. Ее предварительное время, скажем так, рядом с ней по второй дорожке. Принюхона Аманова со сборной команды Убекистана. Екатерина Андреева, дорожка номер 3, Владимирская область. Косо, юнгерская спортсменка. Сегодня она уже одну дистанцию взяла здесь на кубке Владимира Санникова. Причем взяла за явным преимуществом. Дарья Карашова, Ирина Шваева. Это две девушки, представляющие Санкт-Петербург. Пятая и шестая дорожки соответственно. Ника Гудун из Москвы. Ника Гудун, Россия. И Оксана Дивидова из сборной команды Беларуси. Это восьмая дорожка. Вот такой состав участницы здесь. Афганом заплывали. Но здесь, конечно, если брать предварительные времена, то у венгерской спортсменки намного быстрее все получалось. 97,93. Она вообще единственная, кто из минуты выше. Вот по времени к ней привязывалось только Дарья Карашова. Но на 100 метров, я напоминаю, комплексным плаванием. Это означает, что сначала у нас будет баттерфейс, затем спина, затем таз и затем кроль. Ну и все внимание на четвертую дорожку, где один к автосу разложилось. Очень мощно она сегодня уже один заплыв провела. Ну и сейчас посмотрите, как дорого работает. Буфальс, первых же метров дистанции уже, уже она впереди, наверное, 25 метров. Очень нехороший был отталкив у меня от бортика. И уже, посмотрите, здесь она начинает, начинает она работать на спине. Вот эти 25 метров спиной еще увеличивают свое преимущество. Дарья Карашова и Ирина Шваева. Видишь, как из Санкт-Петербурга. Брас тоже очень хорошо включается сейчас по технике до лимберской спортсменки. Но это настоящий уникум на данных соревнованиях. И явный фаворит всех соревнований. Ну, я уже сказал, что она очень большую тренировочную работу выполняет. Но сейчас все идет к тому, что она станет победительницей этого заплыва. И вместе с тем чемпионкой на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Да, так оно и есть. Но посмотрите, посмотрите, Шваева то что-то пропустила Анну Зеркаль. И Зеркаль стала второй. Там еще и Дарья Карташова, по-моему, позицию потеряла на последних 25 метрах. Ну, а Коенка Хосу, конечно, стала... Да, Хосу, Хосу, Зеркаль и Дарья Карташова. Ну, а мы с вами сейчас еще и интервью должны посмотреть. Сейчас, если говорить про Хосу, то, конечно, это лидер данных соревнований. Ну, и очень мощно она работает. Вот это и отталкивание с бортика. Ну, и хорошо попало, что называется, в касание. И там касание было просто феноменальное. 57.93 ее предварительное время. Ну, а сейчас также все очень и очень быстро. И это, ну, просто классные секунды на самом деле. Здесь она выиграла за явным преимуществом. Вот еще раз мы наблюдаем за тем, как Кинка Хосу преодолевает дистанцию. 100 метров комплексным плаванием. Ну, а на Дзеркаль вот так очень неплохо, кстати говоря. У него же здесь несколько наград. Она на кубке Владимира Сальникова. Правда, вот золота никак нет. Никак может она до высшей грады доплыть. Но уже несколько серебряных наград здесь взяла. И, по-моему, даже бронза у него есть одна. Ну, а в любом случае, это для представителей сборной команды Украины очень хороший результат. Но сейчас обещано интервью. Котинка, это твоя шестая золотая медаль. Скажи, пожалуйста, довольна ли ты результатами турнира и вообще самими соревнованиями? Котинка говорит, что очень насыщенный сезон выдался, но она очень довольна результатами, показанными на этом турнире. И, в целом, результатами показанными в этом году. Были также серьезные результаты. И, конечно, она здесь показала свой класс. Но еще раз скажу, что Котинка Хоссу пока здесь вне досиделенности. И, в принципе, победительница завоевала Котинка Хоссу в Пенгрии. Очень опытная спортсменка 89-го года рождения. 4,27,18. Ее результат был у Мартыновой 4,32,11. Вот для сравнения, да, сколько там, какой-то отрыв. Ну, и Малютина также смогла выйти из 4,40, 39,67. И вот она, чемпион Кубка Владимира Сальникова. Девушка из Венгрии. Ну, вот после Кубка Сальникова у нее запланированы такие большие каникулы. Отправится она домой к родителям на Рождество Блиса. Во-первых, что они живут, хотя сама она частенько лидируется и в Северной Америке.